Старшие пропустили вперед младших. Основной состав столичных богатырей только готовится вступить в бой за Кубок Федерации Высших Хоккейной Лиги страны. А юниорская дружина чебоксарцев уже провела игры в рамках первенства Приволжского федерального округа. С отчетом стартового тура наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Столичный клуб Чебоксары юниор заявлен в окружном перенесе среди команд возраст участников, которых ограничен планкой до 18 лет. В сезоне 2019-2020 годов заявки на участие подали 21 команда. Они поделены на две группы. Чебоксарская дружина в традиционной для себя синей-бело-красной форме играет в дивизионе Запад. Возглавляет команду Владимир Орлов. Это уже юниорская хоккейная лига, то есть здесь уже участвуют команды клубов и континентальной хоккейной лиги. То есть и два возраста участвуют в одной команде, то есть второго года. Это в основном ребята во всех командах. Мы играем в основном только в третьем году. У нас пока только создана эта юниорская команда за сегодняшний день. Соперникам по стартовой игре календарь Переса подопечный Владимир Орлова определил дружину пензенского дизеля. Дебют хозяев льда оказался победным. Юниорам-богатырям удалось переграть своих визавист с сухим счетом 3-0. В дубле в составе нашей команды отметились 17-й номер чебоксарцев воспитанники Шкаролинска, Спартаковской хоккейной школы Павел Васильев и Кировской олимпии Даниил Музгунов. Сами для себя мы ставим задачу как можно выше подняться в турнирные таблицы, доказать, оббиться ребятам, которые все-таки играют на год со старшими ребятами в основном. Будем стараться делать все возможное и учиться работать. Кстати, из 23 заявленных на сезонных игроков 7 воспитанники хоккейной школы Чебоксарского Спартака. Еще два хоккеиста свою карьеру начинали в Новочебоксарском Соколе. Правда, территориальное преимущество не принесло победы чебоксарским юниорам в повторной встрече. Мы уступили с отчетом 0-2. Второй тур наша команда проведет на выезде в Саратове. Вячеслав Ильин, Вести Чуваша.